здравствуйте всем кто подключается к нашему прямому эфиру видно слышно видно слышно да это так модно все спрашивают и я же спрашиваю как как и все спрашивают так потихонечку до нас становится все больше и больше здравствуйте всем привет девчата сегодня у нас четверг и мы убежали из осени и врываемся в зиму это знаете как вот не знаешь чего начать вести прямой эфир и начинаются такие какие-то нервы в голове подобрать какие-то слова с чего начать чем закончить вроде там с вечера подготовилась думаю не совсем не подготовленная пришла вот значит и знаете когда вот говорят что когда людям нечем разговаривать начинают про погоду говорить на самом деле нам есть о чем поговорить и мы будем сегодня говорить уже про приближающийся новый год хотя вы знаете однажды я ехала в такси и водитель такси говорит о том что я ему говорю скорее бы там весна скорее бы тепло он мне говорит зачем вы так торопите время ведь новый год зима есть какие-то свои прелести и живите сегодня и сейчас и каждый раз думаешь да ну кайф конечно чтобы быстрее было тепло но на самом деле действительно время не то что бежит она куда-то убегает и надо конечно же радоваться каждому дню это знаете как философские рассуждения когда сам себя пытаешься успокоить когда смотришь на календарь и так всех первым декабрём секс декабрём да всем декабрём классно сказала всех первым декабря сегодня 1 декабря 2022 год и мы живем еще в этом году и конечно же верим что сегодня и сейчас все будет хорошо и я так подвожу медленно и медленно и верно к тому что скоро конечно же все мастера посвятят себя тому что будут делать маникюры и задавать своим клиентам какое-то праздничное настроение вот и значит жизнь потихонечку продолжается и я желаю конечно же всем мира всем добра тепла вот и значит мы как обычно в четверг в 2 часа дня встречаемся для того чтобы сделать какие-нибудь очень простые дизайны скоростные дизайны как хотите назовите дизайны со скоростью ferrari быстрые дизайны и так далее какой классный тип с бутылкой тут глаза подняла немножко потому что это нервничаю и стараюсь это так отрешенно разговаривать с собеседниками так значит по четвергам в два часа дня мы проводим девчат эфир быстрые дизайны да вот такая у нас рубрика скажем так и конечно же освещаем материалы которые вновь вышли и не исключение и в этот раз значит сегодня буду с вами я наташа как люгина город ростов-на-дону инструктор школы екатерина мирошниченко да вот поэтому посвятим немножко время сейчас об маленькому обзору небольшому обзору нам вот прислали танечка прислала нам добрый вечер из братска всем до наше время два часа 14 00 до плюс 5 плюс 5 в иркутской области это что получается 7 часов вечера классно вот значит и ну я подумала что люди уже спать ложатся нет на самом деле я очень долгое время жила в городе иркутск и кто сейчас если вот из иркутской области значит я обожаю город иркутск я прожила там очень много времени там я вышла замуж там я закончила школу вышла замуж родила двух девчонок если кто знает микрорайон юбилейный я вот а жила в зеленом жила в зеленом микрорайоне и это любовь всей моей жизни так что иркутск мне близко и по братск иркутск ангарской все такое и так значит девчата ну что я хочу вам сейчас буквально в течение минут пятнадцати наверное да рассказать о том что вышли новые гель-лаки вот темень к нам подключилась вот значит вышли новые гель-лаки так и сейчас как-то попытаюсь приподнять немножечко вот так вот камеру и буквально уже у дистрибьюторов они появляются в продаже это девчата новый набор гель-лаков совершенно новый и вы знаете я прям если честно очень как бы ну с высоты прожитых лет и скажем так ну опыта да приобретенного в жизни в ногтевой сфере очень хочется сказать о том что иногда выходят такие цвета которые вот кому-то нравится кому-то не очень нравится выходят например все знают если знакомы с продукцией эми то значит с продукцией я тут пыталась подняла глаза так это добрый день из тюмени и твои эфиры супер все тань я сейчас это начинаю теряться короче сильность это не публичный человек поэтому буду так информационно да где-то если заговариваюсь это чувство в силу того что нервничаю немножечко конечно же на публике вот но и пытаюсь себя пересилить пытаюсь себя пересилить и выйти из зоны комфорта значит вернемся к тому что хочу сказать о том что вышли новые гель-лаки они собраны в набор их 6 штучек 66 штучек всего вот значит набор называется если вдруг для заказа будете искать под гипнозом под гипнозом under hypnos вот так вот с моим красивым английским вот ну есть такие гель-лаки которые выходят и нравятся кому-то кому-то не нравится бывают такие знаете выпускают наборы как бы гель-лаков вот 6 цветов допустим до 4 супер цвета а два таких которые мне например не очень нравится но не факт что не понравится моим клиентам вот но вот как на примере про прошлого набора который вышел осенний был кто смотрит наши эфиры тот знаком с этим набором это loss and time мы очень много вариантов дизайна делали с таким набором да их тут было 8 цветов красивые оттенки и я говорил о том что из 8 цветов реально вот так вот выбирать и даже не знаешь какой бы допустим купил в отдельности и они хороши тем что вот когда ты смотришь на те глазки как радует открываешь коробочку они у тебя все есть какой-то знаете какой-то я не знаю не гастрономический оргазм какой-то как это вот штучки пузыречки там и так далее плюшкин не плюшкин фетишист фетишист но вот когда вот классно когда они у тебя все есть рядом с тобой в коробочке стоят вот было восемь оттенков осенних вот тоже были классные на самом деле всем пела дифирамбы практически со всеми сделала в прямых эфирах варианты дизайна я вот так вот оставлю открытым потому что я хочу тут задействовать потом вот этот 389 перламутровый белый он классно будет сочетаться с нашими блестящими новогодними ну и сейчас новогодние да допустим гирлаки девчат это конечно же как это бомба петарда пушка да я наверное очень смешно говорю эти слова потому что я же уже все таки взрослая тетенька вот мне уже почти там 18 половиной поэтому пушка петарда ракета это конечно да далеко не мой лексикончик так вот девчат значит это ну 6 можно сказать знаете 6 головокружительных гипнотических оттенков для создания яркого новогоднего маникюра это оттенки с эффектом девчат светоотражение то есть светоотражение да в гирлаках это сейчас как бы мудненько продвигают многие компании значит светоотражающие цвета максимальная концентрация шиммера создает плотное непрозрачное покрытие значит все гирлаки подходят для самостоятельного покрытия а также для дизайнов разный формат шиммера который содержится в составе гирлаков поможет разнообразить палитру вашего ваших гирлаков в работе и предоставить очень большой широкий выбор гирлаков с блесточками да с шиммером с блестяшками большой выбор для вашего клиента но тем более что новый год это должно быть конечно шик блест красота ну конечно же говорить говорить надо сразу красить и рассказывать наверно так будем делать я тут подготовила типсики и значит скажу потихонечку по покрою все в один цвет и специально знаете специально взяла типсы прозрачные видно не видно да я думаю что видно чтобы типсы прозрачный специально взяла прозрачку чтобы было видно что они в один плотный цвет в один плотный цвет будут ложиться вот опережая светлана спрашивает здравствуйте 6 миллилитров есть коллекция да будут и 6 миллилитров значит единственное что по 9 миллилитров они будут продаваться поштучно и вот уже даже сегодня на сегодняшний день в магазине есть уже четыре цвета в наличии еще вот два цвета чуть-чуть задерживаются в дороге не стали ждать сразу стали продавать вот значит и будет и набор в розницу будет набор стоит девчат 4550 это 6 оттенков 6 оттенков блестящих да по 9 миллилитров наборе 4550 будут продаваться поштучно цена будет несколько выше предыдущих всех стаби стандартных до гирлаков которые продаются в основной коллекции по штучно 9 миллилитров будет стоить 800 рублей повторю в наборе будет 6 оттенков до по 9 миллилитров будет стоить 4550 а вот шести мили 6 мили 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 значит боже мой миллилитров 6 миллилитров будет продаваться только в наборе это будет очень удобно чтобы не уже не сразу купить 6 оттенков да и в наборе это будет стоить 3 950 но как правило у мастеров у наших у всех есть карточки со скидочками у всех у кого-то больше там накуплено скидки там 10 процентов 7 процентов поэтому оно будет чуть-чуть еще дешевле допустим у кого есть там какая-то лояльная система скидочек вот поэтому 6 миллилитров будет продаваться только в наборе 9 миллилитров будет продаваться по штучно 800 рублей в наборе 44 550 набор по 6 будет продаваться только простите гель-лаки по 6 миллилитров будет продаваться только в наборе будет стоить 3 950 ну и давайте сразу скажу и бонусом бонусом там во всех наборчиках и в и по 6 и по 9 миллилитров будет находиться эксклюзивный nail cruise 5d со звездочками и я вот кстати делала варианты дизайна да именно добавляя звездочки видите даже вот просто чуть-чуть точечка белой импасты немножко звездочек где-то объемные где-то не снежиночки на заднем плане видите получается такой новый год новый год ну и конечно же можно звездочки самостоятельно как бы прикрепить на любой цвет и так далее и светочка шариками звездочки то есть в каждом наборе не важно 6 миллилитров или 9 миллилитров будет находиться вот такая вот вот такой вот слайдер с камушками с камушками они будут вот такие видите объемные камушки вот они звездочки они со снежинками в комплексе смотрятся очень прикольно вот здесь вот именно в верхних видите вот эти звездочки и так значит ну что потихонечку начнем да и так номер 395 395 называется шок ну если честно я когда открыла я реально поняла что это шок здравствуйте наталья здравствуйте здравствуйте 6 про 6 миллилитров рассказала и так значит что хочется сказать ну во первых конечно же конечно же первый слой гель-лака база да получается базу просушиваете и на просушенный цвет я сейчас попытаюсь вот так вот поближе вот так свет немножечко направил значит еще раз повторюсь я наношу на прозрачную типсу чтобы всем было видно что это очень плотный цвет значит ложится сразу как бы вот из-за большого количества вот мерцающего шиммера девчат будет казаться что о боже что-то неровно ложится вот было первое впечатление когда я вчера взяла гель-лаки в руки начала потихонечку наносить на типсу и какое-то ощущение было сначала неровности прошла буквально секунда и я поняла что он как будто бы сама выравнивается поверхность так ну аккуратненько капельку поставила вниз чуть-чуть подтолкнула под кутикулу и аккуратненько как будто бы убирая лишнее протягиваю и это на прозрачной типсе девчат то есть как бы чтобы вы понимали сейчас я вот ничего не буду делать все выровняла все и теперь так вот на блик вот чаще сейчас вот посмотрите вот она потихонечку раз и все становится очень ровным покрытием кисточку сейчас полностью отожму вот полностью полностью вот насколько у меня получится сейчас камеру это подлезут практически полностью вот смотрите почти сухой кисточкой аккуратненько можно аккуратно знаете тоненькую кисточку взять и легким движением так вот слегка по центру так чтобы блик был ровненький и он самовыравнивается и так это 395 вот так смотрите 395 гель-лак называется шок но такой плотный оттенок со светоотражающим эффектом загорается от попадания любых лучей и я знаете сейчас вот взяла второй телефон и вот так вот подсвечу это я фонарик включила чтобы было понятно видно мерцание камера наверно не передает это мерцание что-то необыкновенное наталья у вас новый топ на ногтях да 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 сейчас расскажу про новый топ да видно вот я просто фонариком свечу просто вот телефон взяла еще один и вот видно вот такое мерцание красивая ну я думаю видно мне кажется передали когда сейчас через телефон смотрю мне прям видно его в один слой можно да девчат ложится вообще плотно-плотно в один слой давайте вот так типса прозрачная видно прозрачная типса и насколько он лег плотненько в один слой все мерцание есть здравствуйте они светоотражающие да здравствуйте лена до светоотражающие видно все просушиваю пока сохнет точно так же как любой гель-лак в принципе без всяких проблем так давайте следующий цвет возьмем 396 это пока мой фаворит и я готовясь к эфиру сделала именно с ним на него сделала акцент но потому что я люблю черный цвет я люблю когда черный френч кстати оставила руку без перчатки но я всегда мне мешает перчатка это девчат новый топ который вышел с блесточками сделали френчик и покрыли топиком видно так значит 396 пока это мой фаворит пока это мой фаворит и точно также прозрачная типса и мы с вами в один слой в один слой обыкновенный слой ничего сверх естественно так вот так на кончик нанесу хорошо покрывать типсу не в ростов не валиков до чуть-чуть подтолкну сейчас наверх и так с элементами выкладывание чтобы шиммер аккуратненько распределился по поверхности все лишнее пока уберу с кисточки обратно бутылочку кисточку практически полностью отжимаем еще раз повторяемся до светоотражающие гирлаки и лежит сейчас один слой на прозрачной типсе все равно знаете вот когда смотришь на живьем это вот один вид так лишнее убираем и опять же сейчас пустой чистую кисточку возьму полностью практически стараюсь убрать излишки гирлака лишнее уберем нас торца и вот по центру она сама как будто вы самовыравнивающийся гирлак это номер 396 мой фаворит по одной простой причине сейчас я посвечу вот так опять телефоном вторым видно мерцание набор уже отгружается дистрибьютором на сайте да 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 вот тут нам девчонки подсказывают добрый день спасибо значит видите телефоном подсветила передает не передает камеры мерцание видно девчат мне так хорошо видно и так хочется чтобы вам тоже было видно чтобы все поняли что это классно конечно вот я конечно когда увидела мне прям фаворит не знаю и вы знаете он он да но он как бы получается видите как бы черный не черный он темно 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 графитовый за счет того что у него очень много шиммера внутри вот поэтому как бы кажется что он как бы какого-то серебряную серого такого темно-серого цвета на самом деле как бы позиционируем его как черный черный светоотражающий оттенок при попадании вспышки или лучей света становится ярким и серебристым то есть когда вот я на него смотрите фонариком свечу видите вот когда под светом хорошим просто телефончиком подсвечу смотрите просто фонарик вот мерцание есть так просушиваем теперь давайте возьмем цвет номер триста девяносто семь триста девяносто семь значит называется цвет возрождения плотный серебряный оттенок с розовым отливом очень завораживающий знаете такой при притягивает триста девяносто седьмой опять же прозрачная типса и в один слой буду стараться прям даже потоньше потому что в отличие от предыдущих у него более мелкий шиммер еще мельче он получается превращается в такой знаете как бы в розовый в розовый такой отлив так это у нас номер триста девяносто седьмой называется возрождение еще раз плотный серебряный оттенок но с розовым отливом очень красивый и опять же мы с вами наносим это все на прозрачную типсу девчат чтобы было видно что цвет очень плотный все плотненько все плотно и в один слой ничего не видите видите типс светит не светится да очень плотно лежит так просушиваем так ну и давайте еще один цвет возьмем триста девяносто восемь так по описанию это будет иллюзия синий оттенок с плотным разноцветным сиянием подобно фейерверку да ну я искала триста девяносто пятый да значит все это будет девчат буквально вот оно все приходит все это будет на сайте потихонечку все отгружается так что все найдется триста девяносто восьмой цвет итак еще раз иллюзия это синий оттенок типса у нас по-прежнему прозрачная это синий оттенок с мелким мелким шиммером значит плотные плотное разноцветное сияние такое знаете очень много 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 и как вот знаете как раньше говорили там голографический например отлив да когда переливается всеми цветами радуги мелкий шиммер вот опять же в один в один слой лежит на прозрачной типсе смотрите видите в один слой на прозрачной типсе и получается вот такое покрытие в одну ну на самом деле как бы когда ты покрываешь гель лаком в один слой это как бы получается очень-очень выгодно да экономически с экономической точки зрения просушиваем и так это триста девяносто восьмой так и осталось у нас два триста девяносто девятый триста девяносто девятый это зеленый цвет называется он парадокс зеленый глубокий такой зеленый оттенок с элегантным утонченным шиммером причем знаете вот шиммер он получается такой вот мерцательный зеленый это так логично зеленые до мерцание на зеленом цвете так все есть опять же кисточку сейчас вот так вот флакончик подвигаю смотрите полностью отжимаю вот насколько возможно отжать во флакончик все убрала все лишнее и поправила вот здесь вот лишнее убрала с торца все один слой получается очень-очень плотный цвет этот номер триста девяносто девятый так и в наборе еще входит 400 цвет 4 цветы но это такой знаете как бы проекция проекция 400 цвет это яркий незабываемый такой золотой классический такой золотой цвет с классическим шиммером золотого цвета скажем так вот значит получается у нас точно также в один слой ну золото никто не отменял потому что золотой цвет да это серебро золото это такие традиционные цвета скажем так золотой и серебряный причем ложится очень плотным цветом очень плотным цветом и очень-очень такое плотное мерцание у него такое многочисленное все мы сейчас тонко 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 еще раз напомню о том что наносим все в один слой и делаем все в один слой на прозрачной типсе для того чтобы было понятно насколько они плотные так ну и просушиваем естественно прослушиваем я чуть-чуть скажу я думала что чуть быстрее но что-то мне так нравятся эти цвета и как-то знаете прям вот скажите так хотелось похвастаться наверное похвастаться да вот такие классные цвета у нас с вами появились в работе вот так сейчас мы еще золотой сюда доложим 399 так получается у нас вот еще золотой вот они очень красивые цвета подсвечу еще раз это все дело с телефона да вот так с фонарика чтобы мерцание мне так хочется чтобы вот это мерцание было видно вот они все шесть оттенков из набора да по 6 и по 9 будут так видно девчонки все значит шесть цветов с 395 по 400 это входит в набор будет и поштучно но только по 9 миллилитров так вот смотрите мне сейчас только что вот все начали спрашивать 3409 смотрите вот на телефон только что девчонки переслали мне это девочки которые работают в компании спросила написала им быстро смс-ку там есть или нет какая-то информация вот смотрите вот уже начали рассылку делать уважаемые партнеры новый новогодний набор доступен к заказу и вот смотрите даже цена вот даже чуть меньше чем я говорила смотрите вот такие вот и самосочки приходят сейчас так что можно будет спрашивать у ваших торговых представителей и так значит я тут чуть раньше сидела естественно пробовала все эти цвета выкрасить и покрыла их топом топом это у с ультрашайном уже девчата это без ультрашайна по чистом виде да пока у нас просто покрыты а вот вот это я просто уже сделала с покрытием стопом так а это их же поэкспериментировала и сделала под матовым топом ну на любителя скажем так на любителя все таки мне кажется что хорошо когда все таки если она блестящее чтоб она конечно блестела если с блесточками правильно же матовый топ он конечно немножко специфический ну на любителя скажем так видите получается такие вот эти вот мерцательные блестки застыли получаются такие вот неподвижные как бы до глянцевый топ матовый топ и так значит мы с вами потихонечку начнем работать с этими вариантами много конечно же мы не успеем у нас есть вами целых полчасика я предлагаю да вот кто-то тут сказал например про шампанское можно как раз таки сделать какой-нибудь вариант шампанским и например сделать какой-нибудь вариант вот с россыпи вот таких вот всяких звездочек можно в работе будет сюда присоединить например новогоднюю пластинку для стемпинга ну например если кто-то может от руки нарисовать снежинки можно и другие нарисовать если например не хочется от руки нарисовать даже все же облегчается жизнь мастера благодаря всяким вот таким вот техническим вопросам стемпингом и так далее вот значит можно с помощью стемпинга поставить снежинки значит мы добавим в работу как раз таки вот этот вот слайдер 5d до который входит в наборе до в подарочек качестве бонуса а вот значит что хочется сказать ну таких оттенков у нас конечно же еще не было в работе вот будем потихонечку их осваивать вместе и как бы по цене конечно есть еще дороже на самом деле всякие гель-лаки с шиммерами девчат но дело в том что самостоятельное производство оттенков это все-таки обеспечивает эксклюзивные и неповторимые цвета гель-лаков до виду все-таки эксклюзивности и использование дорогих качественных пигментов в самостоятельном производстве цена она поштучно и в наборы будет конечно выше чем гель-лаки которые входят как бы в основную до в классическую коллекцию значит еще раз повторю кто только присоединился эти гель-лаки можно наносить просто в один слой и получается очень плотное непрозрачное покрытие со светоотражающими частичками вот так вот да сильно по наумно за ум за умному и так далее ну что потихонечку поедем значит я сейчас в работу возьму девчат гель-лак который вот я уже сказала мой фаворит пока но потому что он черный с красивым блеском серебряным вот значит можно его посочетать например и из коллекции loss and time до предыдущая коллекция 389 оттенок можно вот их вместе взять и посочетать в нашем случае и так значит 389 цвет из коллекции loss and time я сейчас нанесу наверное да можно на весь ноготь нанести принципе по большому счету так нанесу вот так тоненький 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 слой просто как за основу возьму да просто хочу чтобы 20 это было видно на поверхности так а второй вариант мы подготовим покроем его черным гель-лаком да и прикрепим прикрепим наверное бутылочку шампанского до уже вначале в самом договорились что сделаем с красивой декорацией которые вышли к новому году мы еще сейчас их повторим про них так и сделаем например с вами основу черный опять же вроде бы праздник вроде бы классный праздник да ну вот не знаю все равно черный черный с блестками какой-нибудь он на бордовые цвета да смотрится как то так более презентабельно скажем так вот ну и и конечно же теперь возьмем в работу наш новый гель-лочок и я его вот таким вот образом сейчас нанесу на белый вот так чуть-чуть подтолкнул чтобы блёсточки всего так выровнялись так и сделают такой легкий эффект градиента я не буквально немножечко 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 вот сейчас сюда знаете когда у сейчас вот кисточкой делала вот вариант значит типа градиент типа опа да никакого тут на самом деле градиента толком то и нет просто чтобы был переход от светлого фона да к темному вот и вот под кисточкой вот эти вот блёсточки они как бы чуть-чуть как бы знаете как бы вот как бы царапаются такие вот они имеют такой небольшой объемчик так подсветили можно взять какую-нибудь удобную для вас кисточку и чуть-чуть сейчас я возьму немножко какую-нибудь такую небольшую на самом деле там сильно будет этого не видно но мне хочется чуть-чуть как бы додиа до идеала довести игр границу вот тут вот немножечко прям по мокрому чуть-чуть сгладить так все сделали переходе к такой плавненький и поставили сушить вам куда на 30 секунд так просушиваем так а здесь давайте нанесем какой-нибудь другой да ну например давайте возьмем вот как у меня на образцах я брала 398 цвет это который мы с вами характеризовали как 398 это получается цвет иллюзия синий оттенок с плотным разноцветным сиянием с плотным разноцветным сиянием и мы с вами вот здесь вот четко посрединке сейчас лишнее с кисточки сниму с одной стороны прям вот все 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 сниму и протяну просто широкую полосу вот здесь вот на переднем плане по центру вот по центру получилось по центру получилось так просушиваем здесь девчат значит я в один слой да все оставила значит если например вы захотите например поставить отпечаток допустим там с помощью пластины да в технике стемпинг сделать допустим отпечания снежиночек да можно взять и как бы чтобы лишних слоев не добавлять взять капельку обезжиривателя салфеточку и вот здесь вот например я поставлю сейчас несколько снежинок с помощью пластинки для стемпинга вот и значит я немножечко убрала так новые краски красные про красные краски спросила екатерина да давайте у меня тоже не есть под руками сейчас это делаю дизайн потому что хотелось бы хоть что-то до сделать полезно еще в качестве дизайна чтобы не просто разговаривать а вот значит можно взять например так нет маленький штаб где-то есть под руками да есть маленький штампик так и значит пластинка можно взять для работы белую импасту можно импастой отпечатать если например у кого-то нет лаковой краски например под руками но есть импаста можно импастой отпечатать например до поставить отпечаток а можно взять допустим красочку лаковую до допустим от ими для стемпинга и я сейчас возьму и поставлю несколько снежинок. Причем можно, знаете, как бы взять и, например, я хочу вот эти добавить. Вот здесь вот их тут несколько штучек. Все, красочкой лаковой заполнила лаком. Так, убрала все лишнее. Не подготовила заранее. Убираем все лишнее. Так, легкий накат. Не давим. Просто как будто мимо шли. Видите, они просто взялись. Несколько снежиночек. И поставили. Это не все. Я хочу сейчас еще добавить. Несколько снежиночек есть. Так, хорошо. Я с помощью скотча убираю все излишки краски. Давайте вот здесь вот. Стемпинг прикольная, конечно, тема. Но это, знаете, если с лаком, то надо делать, конечно, все так быстро. Не расслабляться ни на секундочку. Раз. Два. Две снежиночки взяла. Сейчас я их отпечатаю. Я вышла из-под камеры, девчат, по одной простой причине. Очень неудобно. Очень неудобно. Поставила еще пару снежиночек. Так. Ну, в принципе, в принципе, этого будет, пусть будет до этого достаточно. Значит, мы потом сможем еще сверху что-то поставить. Хотя, знаете, как руки чешутся? Еще и еще добавить. Знаете, еще и еще враг. Хорошего, как говорится. Так. Ну, еще какую-нибудь сейчас снежинку выберу для полного счастья. Так. Очень неудобно под камерой, поэтому, девчат, ничего сверхъестественного не делаю, кроме того, что красочка опять наполнила пластиночку для стемпинга и отпечатала. Так. Ну, все. Достаточно. Краска высыхает на воздухе самостоятельно. Так. И теперь мы с вами возьмем в работу как раз-таки, да, звездочки, которые входят вот в набор. Значит, в набор входит вот нашей новой коллекции, да, новогодней, в качестве бонуса. Так. Ну, давайте парочку вырежем сейчас звездочек. Так. Ну, например, я вот так сейчас с краешку возьму. Одну какую-нибудь побольше. Так. Ну, на бумажной основе, да, какие бы ни были картинки, объемные, как камушки и так далее, не важно. Важно, что они на бумажной основе, поэтому обязательно размачиваются в воде. Слава Богу, салфетку я заранее подготовила. Давайте еще одну какую-нибудь небольшую, маленькую. Поменьше возьмем. Так. Все. Очень быстро отходит бумажка, конечно же, естественно. Так. Возьмем пинцетик. И на что будем прикреплять? Ну, конечно же, мы всегда в работе говорим о том, что если мы работаем со слайдерами, то в работу мы, конечно же, добавляем слайдер-топ. Слайдер-топ наносим. Если у вас слайдер-топа нету, можно воспользоваться просто жидкой базой. Тоненько-тоненько нанести жидкую базу. Просушить буквально 10-15 секундочек. Так. А здесь пока сохнет наш предыдущий вариант. Давайте добавим немножечко в работу спайдер-гели. Я думаю, что паутинка тоже есть у многих мастеров. И она, мне кажется, вот и была, есть и будет. И очень хорошая помощь. Вот садись вчера села, думаю, что ж такого-то. Вроде бы уже сто раз с паутинкой делали вариант. Ну, вы знаете, как бы, вот, мне кажется, с ней можно до бесконечности играться. И я сейчас просто вот вдоль моей полосы, которую я нанесла с помощью гель-лака номер 398, да, такой синий красивый оттенок. Какая-то волосинка тянется сейчас, девчат, 398 оттенок, синий с красивым таким разноцветным отливом. Мелкий такой шиммер, красивый-красивый, такой голографический практически. Так. Вот так сюда полосочку, сюда-сюда. Ну, насколько попало, через телефон пытаюсь смотреть. Так, туда-сюда, туда-сюда. Так, добавили спайдер. Так, все убираю с экрана, для того, чтобы резкость, да, у нас все-таки была на типсинке. Так, просушиваю пока. Так, ну, а здесь мы добавляем с вами теперь непосредственно уже звездочки, да, которые 5D, они такие, как с камушками. И теперь где-нибудь по центру. Ну, давайте вот здесь, чтобы лучше видно было. Так, и еще одна звездочка. Так, все, пристроили с камушками. Просушиваем. Так, как бы мне резкость. Вроде бы смотрю через экран, вроде бы хорошо вижу, но мне почему-то кажется, что где-то что-то такое. Просушиваем, так. А сюда я предлагаю добавить какие-нибудь шармикончики. Мне очень понравилось, вот я вчера делала, со звездочками. Звездопад были шармиконы. Помните, я тоже думаю, что у многих мастеров есть со всякими звездочками, беленькими, там, золотыми, серебряными. Так, сейчас минутку. Ага, вот, нашла. Сейчас я вам покажу. И вы все вспомните, вот такие шармиконы со звездочками. Звездопад тоже, наверное, пооставались вот такие вот варианты. Осенью выходили, может, у кого-то тоже остались. Вот у меня остались, поэтому вот в классе прям остались, и я поэтому... Можно их запросто задействовать. Так, ну а если речь идет про шармиконы, то, конечно же, подготовленную поверхность я просушила, и мне нужно Т-классом чуть-чуть перетянуть те места, куда я буду приклеивать звездочки. Почему? Потому что это же шармикончики, а спайдер-гель, он все-таки имеет объем. Да, фокус, возможно, на перчатку уходит. Юль, спасибо. На самом деле, я это прекрасно понимаю, но ничего с этим сделать не могу. Я стараюсь так, чтобы ничего вроде не попадало, но хотя бы так. Так, и чуть-чуть, вот я сюда-сюда, вот сейчас вот чуть-чуть Т-класса. Тонким-тонким-тонким слоем. Мне нужно просто, чтобы поверхность была ровненькая, чтобы потом шармикончики, даже вот прикрепляешь, когда маленькие звездочки, если на неровную поверхность, да еще и на липкость, они потом просто поднимаются. И вроде бы такой классный вариант, ну, как бы шармикончики, да, так облегчают работу мастеру, ну, а потом они просто берут и так вот ужасно торчат, и это прям убивает. Так, ну что, я начинаю потихонечку пинцетом. У меня же даже есть пинцет, практически прям похвасталась, да? Так, ну, например, да, вот сейчас аккуратненько, так-так-так, ага, пинцет есть, но все равно пальцами помогаю. Так, ну, вот с этой стороны, например, у меня будет бутылочка, поэтому, например, берем вот сюда, например, звездочку. Так, сейчас я наковыряю маленьких беленьких, можно, конечно же, и блестящие. Просто на темном фоне прикольно смотрятся беленькие. Давайте вот сюда. Можно было бы точно так же поставить какой-нибудь отпечаток, да, благодаря пластинке новогодней, которая вышла тоже у нас совсем недавно. Ну, на самом деле, все, когда лежит под руками, хочется там чуть-чуть ляпнуть, там чуть-чуть ляпнуть. Так, давайте вот сюда. Так, ну, давайте еще что-нибудь, какие-нибудь звездочки. Золотистые, например. Единственное, что только так скрупулезно, еще когда не очень удобно, вот это, конечно, я чуть-чуть, пока ушла с экрана, пытаюсь пинцетиком наковырять пару-тройку звездочек еще. Чтобы было дорого-богато, знаете, хорошего и еще больше хорошего. так, так, с одной стороны есть, ну, давайте с другой стороны, да, чуть-чуть тоже надо. Так, сейчас я, давайте там какую-нибудь большую звезду прикрепить, да. Ну, классно, звездочки, снежиночки, это, конечно, все к Новому году очень-очень даже подойдет. очень даже хорошо, быстро подойдет. Говорят, телефончик чуть-чуть выше отодвинуть, мне кажется, просто хочется же, чтобы типсу было лучше видно. немножко простой, за счет того, что просто очень мелочные, вот эти вот, так, надо повыше, а то потом бутылку некуда будет прикрепить. Так, ну, посмотрим. А насчет бутылки, ну, вы же видели, да, новые вот эти вот декорации, которые вышли, Nell Cruz, вот 5D, Scandi Stile, вот такие вот варианты прикольные, да, и как раз-таки бутылка шампанского, она вот как раз-таки находится, вот здесь вот, на вот этой картинке, и мы сейчас ее, конечно же, с вами найдем. Вот, значит, еще у нас зимние мотивы, красивые цепочки. Кто смотрел вчера прямой эфир с Катей Мирошниченко, она показывала, она их делила прям на отдельные сегменты и прикрепляла, и получалось такие, знаете, как брошки, брошечки, прям не вот цепочками прикрепляла, а прям отдельно вот отрезала каждую штучку, вот каждый сегмент разрезала и засыпала просто очень так дорого-богато поверхность, допустим, там половиночку ноготочков, там две трети части ноготочка. Так, вот такой вот лесная сказка очень красиво, коньки, шишки, снегири и так далее. Вот такой вот вариант, как будто с камушками, тут такие вот объемные камушки, золотые, беленькие, очень красивый тоже вариант на волшебное настроение. Это получается вот четыре варианта слайдера, видите, вот разный, разного направления, разных цветов. Так, мы сейчас возьмем с вами в работу как раз таки скандистиль, 39 номер. Так, ну и помимо этого вышли еще вот такие шармикончики новогодные. Их не так много, всего три штучки, но они все так будут востребованы, видите, просто разделить на две части ноготочек, просто какие-то зимние веточки или вот елочки, шарики и так далее, звездочки. Три варианта шармиконов, но если хотите так подробнее, новогодний декор 226, природный паттерн 225 и 227 моменты праздника. Ну все к Новому году, короче, да, в лучших традициях Екатерина Николаевна Мирошниченко. Так, ну, мы с вами, да, договорились, что это будет бутылка шампанского. У меня просто тут есть уже разрезанные картинки. У меня просто после художественной росписи, после урока остались. Я сейчас просто отсюда возьму. вот она бутылочка шампанского. Так. Вы знаете, такие картинки прикольные, их можно все-все-все использовать. Тут и ангелочки, и звездочки, и веточки такие морозные, и сердечко с ключиком. Я где-то там цепляла. Так. Это у нас слайдер, да, поэтому водичка. Так, все из-под рук убрала, что мешало. И если мы прикрепляем слайдер, то либо наносим тоненьким слоем базу, либо в нашем случае это будет слайдер топ. И бутылочка у нас будет располагаться вот здесь. Вот здесь. Можно чуть-чуть звездочки перекрыть. Но я подумала, знаете, как бы не очень удобно время тратить вот это на ковыряние звездочек, а заранее их не наковыряешь с шармикона, естественно. А вот. Поэтому времечко не хочется много терять. Так. Ну и что еще сюда мы можем с вами добавить. Конечно же, нам нужно все это дело перекрыть топом. И потом доработать можно будет немножко импаста и добавить стразиков к первому нашему варианту. Поэтому сейчас нужно обязательно вспомнить о том, что любой слайдер, который размачивался в водичке, да, в нашем случае вот эти объемные звездочки, нужно, конечно же, обработать праймером или ультрабондом. В нашем случае это ультрабонд. Для того, чтобы было хорошее сцепление, пленочка не нужная растворится. Останутся только камушки. Высыхает ультрабонд на воздухе. Буквально одну минутку-две, пока вы обработаете на втором пальчике. Так, давайте я возьму и перекрою, например, ультрашайна. У меня есть под руками. Вот. Но если из расчета того, что ультрашайна – это такой стеклянный топ, вот, то, значит, теклосом можно, да, то есть, как бы, как правило, ультрашайна мы наносим только в конце, на хорошо смоделированный ноготь, при условии, что ничего больше сверху не добавляем. Вот. Но мы будем добавлять сейчас буквально несколько точечек с помощью белой пасты, чуть-чуть приукрасим, и можно будет поставить камушки. Но я не буду сейчас камушки ставить в прямом эфире. Мы всегда их ставим на базу. Вот Катя предпочитает, например, проводить свои прямые эфиры Макси-базу. Я уверяю, что шикарно стоит и на медиум-базе, то есть не на очень густой базе. Капельку ставите, притапливаете стразик, и он хорошо полимеризуется базом и как бы прикрепляется к поверхности. Так, а мы с вами продолжаем цеплять бутылочку шампанского. Все. С бумажного носителя сняли, прикрепили. Все расправили. Так, просушили. Хорошо бы просушить в лампе, потому что я слайдер-топ сушила всего 10-15 секундочек. Просушили. И после этого, конечно же, обработаем ультрабондом и закроем сверху также топом. Просушили. Так, обрабатываем праймером или ультрабондом. В нашем случае, да, это ультрабонд. Видно? Картиночку обрабатываем. Хорошенечко пропитываем ее. Все объемные слайдеры, девчат, надо хорошенечко пропитывать. Убирайте всю лишнюю пленочку. Остается только вот эта вот объемная поверхность непосредственной картинки. Высыхает на воздухе. После этого закрываем топом. Давайте текласом закроем, да? Теклас либо матовый топ, это не принципиально важно. Ну, опять же, ну, не знаю, для меня принципиально важно, почему глянцевый топ, потому что, ну, все-таки хочется же блеска, красоты, а матовый топ, он же закроет все эти блестяшки. И не будет видно вот этого шикарного перелива, который есть в гель-лаке. Мы сюда с вами... Ой, 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 сейчас, секундочку, девчонки. Как раз-таки произошло то, что... Я уберу сейчас один шармикончик, чтобы он нам тут не мешал. Авария маленькая у меня тут случилась. Так, все остальные стоят на месте. Так, значит, покрываем. Лишнее, все, что вы делаете, например, дизайны с объемными картинками, хорошенечко пропитываете картинку, но обязательно убираете все излишки. Можно взять кисточку, например, для градиента. Я сейчас взяла, у меня тут овальчик под руками лежал. И как будто бы слегка-слегка убираете излишки непосредственно с картинки. Просушиваем. Так, и с помощью тоненькой кисточки и белой эмпасты мы сейчас чуть-чуть доработаем, буквально несколько секундочек. Да, у нас осталось с вами 5 минут. И мы с вами сейчас возьмем немножко эмпасты, белый рафинад. Эмпаста – это гелевая краска безостаточной липкости, которую можно рисовать под финиш. А можно рисовать... Уникальность эмпасты в том, что можно рисовать на готовой поверхности. Причем неважно, поверхность у вас глянцевая или матовая. Так, ну вот тут как будто бы оберточная бумага, которая вот тут вот раскрылась, и там торчит бутылочка шампанского. Мы сейчас ее чуть-чуть, краешки возьмем и увеличим вот так аккуратненько в объеме. Так, вот сделаем. Выведем, как будто бы наружу. Подождет ваше ружье, да, как вот тут известный прикол был в ТикТоке. Так, такой как бы разворотик, да, такой вот как будто бы правда развернули. Так, можно поставить несколько точечек в серединку звездочек. Я уже сказала, что, конечно же, стразиков классно бы добавить. Можно какую-нибудь надпись было, да, допустим, поставить с помощью отпечатывания. Или, например, вспомнить, что в прошлом году очень было интересные наклеечки. Сейчас, если я найду быстро у себя на столе, я вам покажу, напомню. Может быть, у кого-то остались, там были такие прикольные надписи, просто не стали повторяться. Так, шампанское типа у нас. Пум-пум-пум. Пузырики. Бумажечку вот так вот увеличили чуть в объемчике. И просушили. Так. И просушили. И здесь тоже. Ну, я уже сказала, что не буду добавлять камушки. Есть у меня на образцах. Я сейчас их положу поближе к экрану, чтобы можно было скрин сделать. И кто наблюдает вот за нами, нам сегодня, мы проводим сейчас же прямой эфир, это мы ВКонтакте с вами, да? Но сейчас нам нужно будет еще провести прямой эфир по просьбе Екатерины Николаевны в Инстаграм, на ее страничке. И, конечно же, мы повторим сегодняшнюю тему там, вот, но сделаем тогда парочку вариантов других. Не таких, как мы сделали здесь сейчас во время прямого эфира, а возьмем немножечко другие варианты и попробуем сделать на красивом этом зеленом цвете, который номер 399, например, и на каком-нибудь светленьком. Ну, какой-нибудь светленький 397, вот этот новый красивый серебряный с золотистым отливом. Так, добавила точечек. Точно так же можно было бы поставить какую-нибудь надпись, либо отпечатыванием, либо я обещала показать. У меня осталось с прошлого года в классе, я так обрадовалась. Сейчас вам покажу. И я специально сходила в магазин, посмотрела. Есть такие надписи, которые, знаете, вообще кайфовые, кайфовые. Так, это сейчас вот, может быть, у кого-то тоже есть с прошлого года. Если нету, то в магазине, например, вот у нас простой вид точно есть. 202-й. Танцуют все. Танцуют все. Смотрите, какие тут забавные надписи. Они в прошлом году у меня привели в восторг. Сейчас я вам покажу. Так, мандариновый мут. Вот, подари мне Санта антидепрессанты. Кто работает, тот я. Середка под шубой. Happy New Year. И так далее. То есть вот такие вот прикольные-прикольные варианты, которые не привязаны никаким годам. Там типа не год кролика, не год кошечки там и так далее. А просто будут как бы работать, будут актуальны в любой Новый год. Так, ну что, вот так вот сейчас, буквально на последних минуточках. Надеюсь, вы вместе со мной воодушевились этими гель-лаками новогодними, приближениями новогодних праздников. Вот, и хочется что сказать. Удачи всем, конечно же, да, побольше денежных клиентов. И надеюсь, что у всех буквально там с 10-го, с 15-го числа начнется, как этот, новогодний чёс, да. Чтобы у всех было побольше денежных клиентов, и чтобы клиенты приносили вам подарки и радовали вас. Всем большое, огромное спасибо за внимание. Удачи, и мы сейчас переместимся в Инстаграм, на страницу Екатерины Николаевны. Спасибо за ваше внимание. До свидания, девчат. Субтитры сделал DimaTorzok